Очень модная персона на модном радио. Лучших фотографов всей планеты и человек, чьи достижения в области фотографии можно перечислять до конца этого часа. У нас в гостях Максим Грибальди. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Максим, ну что ж, первым и к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, бренд Максим Грибальди, что он несет в себе именно как бренд? Авторский взгляд на жизнь вокруг. Ну, как вы думаете, какие ассоциации возникают у людей, когда они слышат Максим Грибальди? Ощущения? Ну, я думаю, что может быть как-то особенный какой-то взгляд на выражение чувств и эмоций через картинку. Может быть так. Максим, скажите, пожалуйста, а вообще, вот ваше мнение, образ, что это такое в жизни человека? Образ, фантазия. То есть это что-то выдуманное, имеющее отношение к реальности или к сути человека? Имеет. То есть человек, как он себя ощущает, он так и одевается, планируя пойти на какое-то мероприятие или вечер, то есть он уже настраивается на то настроение, ощущение себя, в котором ему будет комфортно, подбирая для себя наряд. Вот. Скажите, пожалуйста, а может ли образ выражать какую-то длительную историю человека, его биографию, его состояние, этапы, через которые он прошел, или жизненные испытания, или какие-то его достижения, могут ли они быть выражены в каком-то одном образе? А, могут, конечно. Не напрасно задаю вам эти вопросы, потому что, в принципе, все эти работы ваши, которые я видела, это не мгновение, это целая история и места, и людей, которые там запечатлены. В общем, поэтому, да, я и подхожу с разных сторон вот к этому понятию образа, который колоссально раскрывается в вашем творчестве. Потому что я, ну, как бы всегда старался, ну, вот последние годы я это осознал, попробовать запихнуть целую историю, целый какой-то фрагмент жизни в одну картинку. И поэтому идет работа большая с информацией, с информацией в картинке. Почему именно такое построение? Почему именно такие-то цвета? Почему объект, ну, там, персонажи делают именно вот это? И подчеркиваешь все это обработкой. То есть хочется в каждый кадр делать самостоятельным, самим по себе, вкладывая туда свои эмоции и переживания. Откуда это все берется? То есть мы приходим и начинаем что-то фотографировать. Ну, и фотографы, вот надо то-то, вот я то-то снимаю. Ну, и, как правило, мы хотим рассказывать историю, выражать свои переживания и свои мысли, и свои настроения, и свои фантазии через фотосессии других людей. Но они этого не знают, и они этого не понимают. Они просто участвуют в какой-то фотосессии. И поэтому при создании таких каких-то сюжетов мне не нужно ничего выдумывать. Я просто беру фрагменты своей жизни, о которых мне хочется рассказать и поделиться, и выплескиваю их в ремиксе через игру чужих людей, которыми я руковожу как режиссер, ставя свой фрагмент жизни. И поэтому мне всегда есть что снимать, потому что я просто рассказываю вот то-то, то-то. Но для того, чтобы люди, ну, как бы, все же люди у нас уникальны, они хотят видеть себя на кадрах, да? Мне очень часто говорят люди, что вот вы нас так сфотографировали, и вот я себя никогда такой не видела. Или мы там никогда такими себя не видели, просто какие-то чужие люди. А дело все в том, что, как бы, эта история не про них, это история о вас с их помощью. Да, они просто актеры моего спектакля. Это касается в большей степени вашей творческой деятельности или коммерческой деятельности тоже относится? В коммерции это не нужно. Нужно быть услужливым официантом, который угодит вам во всем. Вы же заказчик, вы платите, а вас нужно развлекать. Многие пары и просто люди, которых я снимал, во время съемки, то есть, в принципе, им комфортно, но они не понимают, почему именно так вот все развивается, что там мало уделяем внимания, что я не вылизываю их там комплиментами еще чем-то и так далее. И поэтому на меня смотрят, как на какого-то летающего в облаках чела непонятно что и как. Но потом-то они довольны результатом. А почему я весь сосредоточен, отключен, как бы, от них, от реальности? Потому что я погружен в ту идею сцены, над которой я постоянно думаю, чтобы генерировать и дорабатывать. Мне же нужно сначала, грубо говоря, идет некая разминка этих людей, чтобы мне понять, с чем я могу работать. Какие эмоции я могу из них вытаскивать. А еще же важно, чтобы вытащить не придуманное, а играть с их настоящим. Только из всего, из всех эмоций их настоящих, которые есть, перебирая их, выдергивать то, что надо мне под мой сюжет. Скажите, пожалуйста, может быть, возможно сочетать, да, ваш подход творческий, коммерческой деятельности, например, находя клиентов или работая с клиентами, мировоззрение которых близко вашему, там, хоть как-то. И бывало ли вообще такое в вашей практике, когда люди принимали ваши идеи, и они были им близки? Не бывало. Просто я им подавал в том виде, в котором они это поймут, а не в том, в котором у меня все задумано. То есть, грубо говоря, это мой пирожок, но я его полил так, как они привыкли это видеть. То есть я же долгое время был, ну, работал как репортажный фотограф. И когда я начал снимать какие-то постановки, я начал думать, блин, ну, как бы все здорово, да, там, придумал, построил кадр, придумал, что там примерно происходит, траля-ля, работа света, там, еще что-то. Ну, вот есть кадры, знаете, вот смотрите фотографию, вот вроде все здорово, и тебе нравится, но ты его один раз, кадр один раз посмотрел, поставил, я не знаю, лайк, сказал прикольно, и все. Тебя ничего не заставляет вернуться снова и его смотреть. Вот в этом и есть вся особенность. Когда ты вкладываешь много информации, мысли или еще чего-то в картинку, обычный зритель, он же, ну, не умеет под творческим углом как-то анализировать, что вот эта картинка прикольная, потому что тут такое, там, я не знаю, диагональ, уходящая в коридор, и луч света, отражаясь, там, в луже, преломляясь, там, чего-то. То есть они на ощущениях, нравится, не нравится. Ну, какие-то вам нравятся, вы глянули и перелистнули дальше, а какие-то вас нравятся, и что-то заставляет вас смотреть и смотреть. Вот еще вы залипли на столько секунд над картинкой. Вот там все намного красочнее, веселее, и тут и это там, и так далее. Ну, вы посмотрели, да, прикольно, чик, дальше. Просто никто не анализирует, почему. Сидишь, смотришь, и тебя что-то держит, у тебя наводят какие-то мысли в голове, появляются, и так далее. Вот многие спрашивают, Макс, нафига ты вывешиваешь вот столько много фотографий? Видишь же, все фотографы вешают один кайфовый кадр с фотосессии, там, и все. Нафига вот эти дубли какие-то, еще чего-то? Это я даю специально путь человека, то есть вы же все люди, у нас гоночный мир, интернет, работа, дети, еще чего-то, надо везде успеть, все сделать. И вы даже в свою свободную минуту, вы смотрите резко фотки, траля-ля. А тут как бы ты подсунул начало, загвоздку. Человек цепанулся, в своем ритме начинает листать кадры. И постепенно он начинает уже, то есть я его заставляю погружаться постепенно. И потом я его подвожу к главным кадрам. Максим, вы упомянули некоторые изменения в вашем профессиональном росте. Мне бы хотелось прямо хронологически восстановить, как происходило ваше становление как художника. Очень модная версона на модном радио. С вами Модная Радио и Марина Громова в гостях, у которой сегодня знаменитый петербургский фотограф, человек, входящий в 100 лучших фотографов всей планеты. И еще можно достаточно много перечислять регалий. Максим Грибальти, для тех, кто только сейчас к нам присоединился, напоминаю об этом. Максим, как я и говорила некоторое время назад, очень хотелось бы узнать более подробно о вашем становлении, творческом становлении, с чего вообще вы начали свой путь в мире фотографии, и каким образом ваше видение, понимание, ощущение преломлялось с годами и по мере вашего взросления. Это длинная история. Ничего страшного. Все произошло совершенно случайно. То есть в детстве, ну это банальная история, все фотографы подобное рассказывают. То есть там в кладовке нашел в топорад «Зенит» с объективами, «Петер-9», когда отец там в молодости что-то печатал. Попробовал сам что-то поснимать, попечатать. И в детстве я много рисовал. Рисовал, нигде я не учился рисованию. То есть это просто какие-то абстракции, грубо говоря. Акрилом, может, тушью. Даже делал татуировки пару лет. Своим друзьям? Ну или вообще просто... Нет, своим друзьям, да. Пробовал, тогда была модная тина. Участвовал два раза в конкурсе по будиарту. Ну вот, и что-то рисовал. Все началось с того, что мой друг-одноклассник в школе, у меня был день рождения, он не знал, что подарить, и выиграл билет в клуб «Грибоедов». Вот, он мне подарил этот билет. Я тогда вообще в ночные клубы-то никогда не ходил. Ну, может, там, пару раз в какие-то попсовые заведения. А тут какой-то андеграунд-клуб. А сколько вам тогда было лет? Ну, раз просто одноклассник, наверное, не очень много. Ну, лет 19. А, то есть вы уже не учились с ним в школе, просто это ваш друг, да, со школой? Да, да, да. Я пошел в этот клуб «Грибоедов» на какую-то там вечеринку по этому билету. Тем более в те времена я работал бетонщиком на стройке. После работы ехал на вечернее отделение в институт учиться. Ну, вот, и в клубе «Грибоедов» я вот по первый раз попал в какую-то андеграунд-среду, где собирались какие-то творческие люди, какие-то там начинающие писатели, музыканты и так далее. То есть что было для меня очень интересно и удивительно. У нас что-то собеседников, у меня вот было буквально пару татуировщиков, с кем я вот дружил. А тут как бы я встретил многих для себя интересных собеседников. Первый день просто, я посмотрел там, что-то потусовался, я не знаю, все. Мне понравилось, и на следующий раз я уже своего друга позвал вместе пойти на следующую неделю. Мы пришли в клуб «Грибоедов», напились. Я с собой взял пачку фотографий, чтобы понтоваться перед девчонками и их клеить, короче, запаривать, что я тоже типа при делах каких-то творческих. Ну вот, я стою возле туалетов, кого-то парю с этими фотками, пачку листает там девочка, и сзади подходит Белянкин. И он такой, слушай, а что это такое? Я говорю, показываю ему пачку. Ну, он такой полистал, такой, и что это за картинки? Я говорю, ну вот я фотограф, я был очень пьяный. Вот думаю, может, у вас выставку сделать? На что он сказал, так, постой здесь. Ну, там все были на веселье, скажем так. Сейчас постой здесь. Он приводит Дениса Медведева. Он тогда был арт-директором клуба Грибоедов. И Денис Медведев полистал такой. В принципе, интересно. Ты можешь нам заснять видео всего, что ты хочешь выставлять? Привози кассету, мы посмотрим и решим. Ну вот, я зашел к приятелю, давай все снимать там. Там видеокамеру мы у кого-то там попросили. Стихи какие-то я почитал, там записали. И вот эта кассета привез Медведев. Ну и тот звонит на следующий день, говорит, слушай, ну мы посмотрели, короче, твою канитель. Давай делать. Двадцать четвертого декабря была первая выставка в моей жизни. Такая официальная. Клуб Грибоедов. То есть у вас скоро творческое дне рождения? Да, но я не запаривался с празднованием ее, по крайней мере, последние годы. Ну, даже можно сказать, что в следующем году уже будет юбилей. Один я стеснялся выставку делать. И мы засняли тогда еще графические работы вот у моего друга. И решили с ним сделать выставку. И нас спросили, как вы будете называться, как называется выставка и так далее. То есть потому что еще была газета популярна Геодамус, где анонсы Клуб Грибоедов печатал. И еще они делали книжечки, ну, грубо говоря, клубный журнальчик. Куда тоже можно было попасть, ну, тоже в анонс один печатали. Ну, и вот мы сидели с Колосом на кухне. У него была, типа, кликуха Колос. Сидели на кухне у него и думали, как же нам называться. Я буду, раз я Колос, я буду, я назову себя Клозером. Я такой, Клозер? Что, дурак? Это типа близкий, получается, да? И я сидел, думал, говорю, ну, и что же такое? Надо что-то хитрое вообще просто придумать, чтобы все офигели. А я под рисунками, название под рисунком было биоэнергетическая патология. Ну, как бы мы извращались, как могли. Ну, это типа слишком длинное. Давай сократим главными буквами. Получилось Беппенд Клозер. А как это все назвать? Ну, как выставка-то называется? И мы давай перебирать всяческие названия, что и такие, и все. Ну, все что-то как-то не круто звучит. И у него на холодильнике была наклейка, рекламная наклейка, лекарства от простуды иностранного, где нарисован афроамериканец Дед Мороз, и под ним было написано «Гарибальди». Мы такие, о, какая тема! Типа «Черный Дед Мороз». И мы назвали, что Беппенд Клозер – проект «Гарибальди». И вот Медведеву скинули. Он такой, да, хорошо, отдал нам четверг. Это был 98-й год. Ну, и что-ка? Мы подумали такие, ну, что, ну, будут висеть фотографии. 10 на 15 я наклеил на большие какие-то ватмы. Получились такие блоки из фотографий. Какие-то кадры распечатал больше размером. Потом мы собрали его и мои все рисунки. Ну, самые большие – это размером ватмана. Мы рисовали на ватмана. Либо меньше размера. На двухсторонний скотч облепили просто весь клуб. И думаем, ну, надо еще какой-то прикол. Ну, посмотрели, что дальше делать. И решили сделать перформанс, чтобы людям не было скучно. Типа расписывать маркерами и красками всех желающим боди-арт. Типа тату, трайбу, да, какие-нибудь. Я по профессии партнер мужской верхней одежды третьего разряда. Вот, я сшил такое авангардное платьишко. Мы нашли какую-то знакомую девочку, ее нарядили. И в этом полуобнаженном виде, с подружкой, они нарядились, вышли на сцену. Выставка официально шла как бы в вечернее время. Потом, типа, начинает уже дискотека. Ну, они вышли на сцену, и мы стали под музыку их расписывать. А потом расписывали всех желающих. Позвали всех своих друзей и знакомых. Вот так прошла первая выставка. Ну, и потом, спустя неделю, Медведев звонит, говорит, слушай, в принципе, вот нам понравилось. Не хотите еще сделать? Я говорю, да, давай, прикольно. И вот спланировали, типа, в следующем месяце еще вот такая же история. Когда мы с Колосом пришли в Грибоедов, уже обсуждать какие-то детали, где что вешать, Медведев такой, а кто? Кто главный? Колос на меня посмотрел, и я такой, я. И потом на следующее мероприятие Колос уже как бы сказал, что, слушай, я не хочу больше участвовать. Да, прикольно, мне нечего показывать. А я, наоборот, очень зарядился. Это был, типа, супер какой-то успех у меня в душе, что, оказывается, ту бредятину, которая валяется у меня там под диваном и расклеена дома, она тут еще кому-то нравится. Он такой, я как бы не вписываюсь, хочешь, делай сам. Я начал искать еще каких-то ребят, чтобы придумать что-то интереснее, интересный какой-нибудь перформанс, чтобы не было скучно гостям на выставке. Понял, что надо постоянно будет разных людей звать, и нужно было какое-то название. И в честь этой первой выставки и назвал арт-группу Горибаидов. Потом Горибаидов нам отдал, там какой-то год был, все четверги, и мы там полгода, что ли, каждый четверг раз в месяц делали свое мероприятие, и позже нам отдали полностью всю ночную программу. Я там нашел друзей, подтянул, диджей Вода такой, который писал под постановки музыку. Я придумал какие-то сцены и ставил с людьми, со знакомыми, кому было интересно и так далее. Вот эти вот эксперименты с постановками, вот оттуда и идет то, что сейчас фотографии постановочные. Вы же спросили, как бы, откуда вот это все пошло. Вот. И также самая бредовая идея может стать реальностью. Все реально. Совершенно с вами согласна. И пусть вдохновит это радиослушатели наших, которым сейчас есть что показать, и они никак не решаются это сделать по каким-то причинам. Ночная жизнь вообще занимает, наверное, особый этап в вашей биографии, и мы продолжим более подробно разговор на эту тему после нескольких музыкальных композиций на модном радио. Очень модная перерсона на модном радио. Модное радио. Как бы модное. Как бы радио. Очень модная перерсона на модном радио. С вами модное радио, и в гостях в программе «Очень модная перерсона» сегодня фотохудожник Максим Грибальди. Продолжаем разговор. Максим, помимо того, что с этого начался, наверное, ваш творческий путь как фотографа, еще, в общем-то, вы начали знакомиться с ночной жизнью, да? Вы сказали, что был период времени, когда вы постоянно организовывали вечеринки, такие мероприятия в клубе «Грибоедов». С этого начался ваш путь, да, который в дальнейшем раскрылся в целую эпоху, наверное. Да, но это всегда было хобби, потому что, кроме этого, я работал на стройке, копая канавы для канализации, таская арматуру целый день. Максим, а как вам удавалось вообще сохранять такое трепетное творческое начало в себе, занимаясь достаточно, наверное, сложной деятельностью? А потому что мозг. Ты не думаешь, когда физические нагрузки, и у тебя скучает голова, ты можешь спокойно копать канаву и думать о какой-нибудь супер-штуковине для нового перформанса. То есть вы думаете, что в современном мире, да, где человек часто иногда идёт на такой серьёзный компромисс с собой, да, выбирая между тем, чем себя обеспечить, да, и тем, чем хочется заниматься ему в душе, хороший выход – это, ну, физический труд, чем труд не физический, но не имеющий к тебе реального отношения? Вы вообще не туда клоните. Так. Нет, как бы нужно заниматься, чем нравится. Но у меня просто на тот момент это был лучший вариант по зарабатыванию денег. Когда я отработал после училища вот швею и мотористкой, я понял, что это вообще не круто. И что я не словил интереса на портновском деле. И мне как бы подогнали работу на стройке, и, в принципе, мне даже нравилось. Вот три года от работы. И вырос до «Бригадира бетончиков». И потом там я познакомился и с легендой эндегранд-культуры диджей Слон. Помню, как у него был день рождения в клубе «Мама». И я им предложил, давай сделаем там выступление арт-группы «Гриба Альди» выставку. И мы там заморочили вот тоже мероприятие. И как-то после выступления, ну, после какого-то грибоедовского слёта, ну, там, перезнакомился со многими музыкантами и так далее, и был квартирник, где пили алкоголь, веселились и что-то там пели. Группа «Ле Минор». Вот. Группа «Ле Минор». Ну, вот у них в гостях там на какой-то хате, и там был Андрей Скобелев, пиарщик компании «Светлая музыка». И он говорит, «Макс, слушай, ты там что-то там фоткаешь, короче, вот, выставляешься, траля-ля. Мы делаем, типа, супер-акцию, она будет ежегодной. Там всё очень круто, называется «Стереолета». Ну, и нам нужен фотограф. Может, ты пофоткаешь? Тогда не было никаких сайтов, ничего вообще, то есть, подобного. Только существовала электроника СПБ, где в основном писались какие-то статьи, отчёты по мероприятиям, интервью, и подкреплялись какими-то фотографиями. Все снимали на плёнку, ролик плёнки стоит денег, проявить стоит денег, отцифровать стоит денег, то есть, как бы, очень скупо всегда всё фотографировалось. Если какого-то человека сфотографировали, он попал на электронику, это было очень-очень круто. Ну, вот, Искобелев позвал пофотографировать три дня. На тот момент я только купил первую цифровую камеру свою. Это был Sony 707. Sony 707. И она сразу фотографирует, и сразу видишь. Это вообще было супер-очень круто. Я с ней пришёл и что-то там фоткал. До сих пор в архивах на сайте «Стереолета», вот где самое первое мероприятие, там фотографии какие-то ужасные. Вот это мой первый фоторепортаж. Три или четыре кадра. Вот тогда всё и начало вот крутиться. Я отфоткал там, что-то мне заплатили, я тогда, о, фига, ещё за это платят, потому что я был в восторге от самого мероприятия, мне очень понравилось. И музыка, которую я никогда не слышал, и атмосфера, и вот. То есть я вообще был в супер-восторге. И ко мне там подошёл такой фотограф, есть Дроздин, который снимал в то время для электроники СПБ. Ну, для меня это был какой-то чел, я вообще никого не знал. И вот он что-то фоткает. И он ко мне подходит, говорит, а ты для кого снимаешь? Я сказал, что для организаторов. Ну, и он сказал про электронику, что я и узнал, что такое электроника. А потом посмотрел в интернете, что это такое. Я посмотрел, что вот есть сайт такой, траляля. Ну, и позднее, буквально там через 2-3 месяца осенью, всё это заглохла история. С друзьями пошли играть в бильярд. Ну, и там вот, к нам ещё подтянутся какие-то ребята, вот траляля, все пили пиво, играли в бильярд. И вот там, на этой тусовочке, я и познакомил, ли меня, вот мой хороший друг Андрей Шалаев, татуировщик, меня познакомил с Александром Соколовым, который просто зашёл в бильярд, и он был другом Шалаева. И вот мы познакомились с ним. Ну, и Соколов говорит, что, слушай, ты фотограф, вот, я снимаю, он снимал как режиссёр и оператор фильм по психоанализу, какой-то документальный. И он говорит, мне нужен помощник-световик. Тебе интересно вообще такое? А я тогда только уволился со стройки, потому что я понял, что уже всё. По учёбе надо было закрывать долги, мне надо было полностью вот уйти в учёбу. Я говорю, да, давай. И мы ездили с ним, я держал какой-то световой прибор, Саша там снимал каких-то ректоров по психологии, вот так мы с ним познакомились. Ну, мы с ним подружились и рассказал ему историю про вот этот концерт стереолета, про то, что вот есть только электроника. Но я ещё идею не придумал, то есть идеи как таковой не было придумано. То есть я просто делился впечатлениями. Саша, он же до этого работал, профессиональный пиарщик. И у него другой подход. Если я, грубо говоря, такой гопник с района, который случайным образом попал в некую среду, то он как бы вращался уже вот в этих кругах. Ну и мы как-то обсуждали. Это и пришла идея создать свой сайт, где сделать акцент именно на фотографии. То есть Александр провёл анализ рынка, выявил недочёты, провёл анализ иностранных рынков в этом направлении. Ну и говорит, слушай, показывается-то не развито вообще. А на тот момент за рубежом существовало? Уже существовали. То есть аналоги были. Но это не было массовым и не было поставлено на рельсы. Это, грубо говоря, первое направление в сторону социальных сетей, по сути. Совершенно верно. Если бы, когда была геометрия на взлёте, надо было превращаться в соцсеть. Но я не мог, я не умел так думать, да? И Александр как бы решил, что вот тоже не стал рисковать, судаться в новое направление, так как мы очень много труда потратили на создание геометрии. Ну и вот, и у Гео были накоплены деньги какие-то из прошлой работы, я не знаю, которые он говорит, давай делать, короче. Долго думали над названием, долго. Название Саша придумал. То есть мы, я говорю, нужен смысл, как бы чем мы будем отличаться от всех. И вот мы вместе там придумывали. Гео как бы в итоге смог сформулировать чёткое описание, почему именно геометрия названия. Мы хотели измерять коэффициент творческого потенциала любого заведения и персонажей и так далее. То есть было очень концептуально всё задумано. Вот так началась геометрия. Я был фотографом, и Саша был фотографом. У него тоже был цифровой фотоаппарат Sony 505. Там и началась репортажная съёмка, и мы учились. Мы же не умеем, какие мы репортажники нафиг. И мы начали что-то фоткать. Начали смотреть на других, на иностранных сайтах. А как они это сфотографировали? Начали анализировать, а почему у них так получилось, а у нас вот так ужасно. Наняли в какой-то момент опытного плёночного репортажника. У нас вообще денег нет. Мы деньги первые увидели спустя полтора года. Это была реклама набора официантов в клуб «Анеге». Не было вообще денег, и всё было вложено в проект. А нужно было полностью только этим заниматься, чтобы поставить. Мы же не можем никого нанять. И мы пригласили опытного репортажника, который снимал, а мы снимали рядом с ним и наблюдали, что он делает, как, куда направляет вспышку. Задавали вопросы. Он проработал на геометрии 4 месяца. И мы, грубо говоря, косвенно учились его. Да, учились они. Да. Но он просил денег. То есть у нас не было их. И мы просто... И как только мы поняли какие-то принципы у него, мы с ним расстались. Но он как бы и работал в стиле наёмника. То есть он всё равно под каким флагом. И вот здесь и начался процесс вот с самого начала геометрии, самоанализа и саморазвития, который я и продолжил в своём становлении фотографии. Максим, скажи, пожалуйста, а с какого момента, когда ты произносил «Я фотограф», ты действительно принимал это полностью? Да, действительно чувствовал «Я фотограф». Потому что, судя по тому, что ты мне рассказывал, первое время для тебя самого было немножко странным, что всё это происходит действительно, что идут выставки, идут различные работы. А в какой момент «Я фотограф» действительно было присвоено тебе абсолютно на уровне ощущений? Года через три после создания геометрии я стал осознавать, что я фотограф. Мы учились, и нам нужны были фотографы. И мы всех звали. А люди тогда только цифровые камеры появились. И вот кто-то покупал камеру, приходил, что я тоже хочу снимать для вашего портала. Постепенно роли разделились. И Саша ушёл в продвижение, маркетинг и так далее по порталу. А на мне висело всё связанное с фотографией. То есть как редактор, школа. То есть вы принимали решение о том, кто будет работать, да? Как будет работать, где, какие задачи, обновления. Всё, что связано с картинками. Всё остальное – это Саша. И я, соответственно, учил фотографов тому, чему научился я. То есть я развивался и тащил, учил этому же новых ребят, которые приходили на портал. А так как здесь мне нужно было удерживать всегда свой авторитет, то есть всегда была внутренняя конкуренция, что хорошо стимулировало команду в целом и развитие портала в городе. Так как мы ни с кого не взяли... А кто придумал фоторепортаж? А кто придумал? Никто не было фоторепортажей до геометрии в стране, в России. Не было полноценного. Вот как это сейчас выглядит. Как выглядит фоторепортаж? Мы создаём. Это, видишь, это всё сформировалось и разработано было именно в первые годы геометрии. Потому что нужно было сформулировать для себя и для наших зрителей, и для... Объясняя фотографам, ставя задачи по съёмке, нужно было объяснить, что мы вообще делаем и зачем это нужно. Мы создавали иллюзию присутствия для людей, которые не были на мероприятии. То есть просмотрев материал, так было при мне. Сейчас всё там поменялось. Политика и так далее. Создавая иллюзию... То есть человек, который не был на вечеринке, должен посмотреть ваш репортаж и сказать, я там был. То есть для этого создавался сценарий. Чем сегодняшняя вечеринка интереснее такой же, которая была вчера в этом же заведении? В чём её уникальность? И вот тут только твой авторский взгляд может подчеркнуть и выразить все тонкости и уникальность именно этого мероприятия. То есть именно творческий уклон раньше лидировал во взглядах портала геометрии. И в этом и была уникальность. Ну, я имею в виду с точки зрения картинки. Что сегодня возле входа в клуб? Толпа стоит на входе, или идёт дождь, или снег, или девочка какая-то сломала каблук и расстроилась стоя в луже. То есть мы отражаем какие-то уникальные фрагменты жизни этого места. Потом куда мы попадаем? Попадаем в гардероб, да? То есть мы попали, показываем, что вот мы находимся в гардеробе, здесь мы видим то-то, то-то, то-то. Все свои передвижения, вот отсюда и пошло, пошло развитие многоплановой фотографии. Когда много всего в кадре, но за счёт этого мы закладываем больше информации зрителю. Цепляя фрагмент гардероба и беря большую часть кадра в коридор, стараясь зацепить ещё какой-нибудь световой приборчик. Можно сфоткать, ну, на фотографии кто? Там, я знаю, девочка стояла возле гардероба, засмеялась, а рядом кто-то стоял, вот, наверное, что-то пошутил, и она засмеялась, да? Мы как бы анализируем сцену на картинке. А тут мы говорим, стояла девушка, он же пошутил, она засмеялась, а вот там за ней коридор, из которого весёлый идёт человек оттуда, наверное, там было весело, а вот здесь мы в кадре ещё цепанули фрагмент детали интерьера, то есть там красиво, и там световой прибор вот так вот светит, значит, там ещё вот всё так красиво и интересно. То есть сколько много информации, расставив акценты, значимости персонажей в картинке, строим многопланную картинку, мы начинаем увлекать зрителя. Отсюда и позже и пошло это в моей постановке, где я начал работать именно... С фотоисторией. С фотоисторией? Не как с фотоисторией, даже вот строя одиночные какие-то кадры, подход идёт, именно работа с информацией. Что нам взять в кадр? Это или не это? Это нужно или не нужно? А если это нужно, то почему нужно? Первый кадр. Стоит девушка, обнимает парня в арке, я не знаю, под дождём, да? Ну, здорово. Кинь окурки рядом с этим парнем. Это значит, парень ждал девушку, долго ждал, много окурков. И вот сейчас он её вот встретил и рад. То есть какая-то мелочь, какие-то несколько окурков, и они просто твою мысль могут чётко увести уже в совершенно другую историю, ну, то есть целую драму какую-то там. Он ждал, а раз дождь, значит, он промок, значит, он замёрз. То есть тут уже драматургия какая-то. Но люди не привыкли вот так анализировать картинку. И не всегда у меня получается выразить те мысли, идеи, которые туда закладывают. Ну, когда ты туда много закладываешь, пусть там это не получилось, тут не то, но всё равно часть этой мысли остаётся там. Максим, скажи, пожалуйста, вот есть такая фраза «Нужно воспитать в себе чтеца». Как ты считаешь, возможно ли воспитать в себе человека, умеющего воспринимать искусство художественное? Ну, это можно, но как бы все всё равно по-своему ощущают. Мы же подсознательно смотрим, зачем в этом разбираться. Ну, например, вы в архитектуре разбираетесь? Нет. Нет, но вы можете сказать, вам нравится это, не нравится та скульптура. А вот на это вам просто хочется стоять и долго смотреть, и вам приятно на неё смотреть, на эту скульптуру. Ну, то есть, я правильно тебя понимаю? То, о чём мы говорили в самом начале, то, что люди не всегда задумываются о том, почему та или иная картина, та или иная фотография вызывает у них желание вновь и вновь, да, к ней возвращаться, или долго её смотреть. Это мастерство автора. Точнее, умение его вложить в картинку так какие-то вещи, которые заставляют, удерживают ваше подсознание. То есть, глаза говорят, ну, да, ну, девушка стоит там, ну и что? А тут как бы начинает что-то заставить, что вынуждает думать и так далее. Наводит на какие-то мысли и настроение. Максим, насколько я поняла, ваш такой педагогический опыт в начале, да, на старте проекта «Геометрия», когда вы работали с фотографами, приходящими в ваш проект, наверное, в дальнейшем послужил некой базой для разработки вашей системы. Хотелось бы более подробно о ней узнать, и если вы не возражаете, мы раскроем эту тему через несколько мгновений. Очень модная реверсона на модном радио. Антииталия. Антииталия. Тут и мы ослуждаемо радио димода. Тут и мы ослуждаемо радио димода. И Италии тоже слушают модное радио. Очень модная реверсона на модном радио. Вы слушаете модное радио, и мы продолжаем программу «Очень модная персона». Сегодня в гостях у нас Максим Грибальди, и мы подобрались к одной из самых интересных тем нашего эфира. Это та система Максима Грибальди, которая была, собственно, вам разработана. Максим, давайте расскажите, пожалуйста, сначала про саму систему, а потом про её реализацию. Каким образом вы несли её тем людям, которые хотели у вас учиться? Ну, хочется сказать, что толкнуло вообще на написание её. После геометрии я случайно попал в свадебную сферу. Когда я покинул проект геометрии, нужно было чем-то заниматься. То есть я понимал, что лучше всего у меня получается именно фотодеятельность. Проходил всероссийский конкурс по свадебной фотографии. Там была номинация «Новый взгляд». Я начал пробовать снимать какие-то ловстории, какие-то свадьбы. То есть это для меня было опять какой-то новый уровень, какая-то новая незнакомая сфера, как и репортажная съёмка была. Я начал снимать какие-то пробные ловстории и выкладывал какие-то фотографии. Вот там вот этот конкурс всероссийский я выложил в раздел «Новый взгляд», так как на тот момент мои фотографии явно отличались от потока фотографов портала «Мэйвета». Ну, выложил и выложил. Вот мы с Романом посидели, посмотрели разные съёмки, типа вот, может быть, отсюда. Вот эту съёмку выставить. Я выставил, и спустя пару месяцев узнаю, что я занимаю первое место и выигрываю на всероссийском конкурсе свадебных фотографов в номинации «Новый взгляд». Ездил в Москву на вручение, ля-ля-ля, и все такие, кто это вообще? Откуда он взялся? Было очень много критики, так как в любой новом направлении устоявшиеся фотографы не любят выскочивать. И в какой-то момент пошли заказы, просто шквалом после этого. Я много-много стал снимать. Ну, в сезон имеется в виду, там, лето, да, то есть там четыре съёмки каждый день подряд идут и так далее. Я стал с того момента, как пошли заказы, я стал творчески разлагаться. Ну, то есть тебя просят гнать попсу все. Как бы ты же, мы же нас же нанимаем, чтобы нам порадовать людей. И мы снимаем в том ключе, как они этого хотят. Всё-таки это важный день в их жизни. То есть мы стараемся порадовать их, отражая моменты и так далее. Я стал попсеть. Я понял, что я тупею. И разлагаюсь вообще, как творческий персонаж. И в какой-то момент MyVet организует ежегодный форум фотографий в Москве, когда со всей России приглашают ведущих фотографов, которые читают лекции по фотографии, ну, вот по своим жанрам и так далее. И меня звали уже пару раз туда. Я всё время отказывался, потому что не понимал... Во-первых, я стеснялся, во-вторых, я не понимал, ну, и в чём прикол. Ну, и так уйма работы, ещё ехать в Москву, убивать два дня. В этот раз я увидел, что один из бывших моих учеников, который также был на геометрии, его тоже позвали лектором. И меня это задело, типа, фига. Ну, вот. И я решил тоже. Я тоже выступлю. Да, шестичасовую лекцию надо было прочитать. Ну, и всё. Я как бы сел думать, что же и что же я там буду рассказывать. Взял тетрадочку и начал накидывать темы. О чём бы я поговорил вот в фотографии. И сам не заметил, как за весь день я исписал просто там много-много страниц, просто, грубо говоря, главы. И приехал, провёл вот эту лекцию очень неуверенно. Ну, то есть я терялся, стеснялся там и так далее. Потому что я на чужие лекции по фотографии, мастер-классы никогда не ходил. У меня даже не было понимания, как это должно происходить. И по окончанию лекции мне высказали много респектов слушателям. Сказали, что вы один из немногих лекторов, которые на форуме по фотографии говорили о фотографии. Какие сейчас у нас мастер-классы по городу? Как продать свадебную книгу? Как найти больше заказчиков? Как зарабатывать на свадебной фотографии? То есть деньги, 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 деньги. А я говорю, может, ребята, может поговорим о фотографии на форуме фотографии? Ну, так вот, креативно, короче, отойдем. Это большая проблема коммерциализации и вот этого ориентирования коммерческого всей сферы. Жалко, что многие авторы... Я также как бы под влиянием рынка снимаю то, что нужно снимать, чтобы тебя заказывали. Но нельзя же только этим заниматься. Нужно не забывать и о своем я, и о своем авторском взгляде. Тогда зачем выбирать фотографа, если все снимают в принципе одно и то же? Вас же выбирают, потому что они выбирают именно вас как автора. То есть у вас есть свой взгляд на какие... на происходящее вокруг. И после этого... То есть был успех, да? И я еще раз перелистываю свой набросок плана лекции и понимаю, что, блин, это скелет книги. После этого я стал думать, что нужно просто все, что я говорил, просто обосновать и изложить. Вы открывали книжки по фотографии? Вот, профессионально. Да. Что такое диафрагма? Проекция света через призму угла, траля-ля-ля-ля-ля. То есть если бы я не фотографировал, вообще я бы не понял, о чем они тут пишут. То есть она техническая образование, чтобы это понять. А сейчас фотография стала нормой жизни для многих людей. Поэтому я как бы забил на то, что, возможно, не знаком с тонкостями и какой-то там особенной терминологией. Технической составляющей. Технической составляющей. Простым языком излагаю принципы и подход, и приемы, которые я использую. То есть я все базирую на себе, но я говорю не в ключе, что делай, как я, а то, что я к этому пришел вот так вот. А как вы придете? Путь саморазвития. То есть, если я правильно тебя поняла, ключевая задача... Философия выражения ваших мыслей. Ключевая задача, да, твоей системы в том, чтобы научить фотографа, который возьмет книгу в свои руки или придет, да, на твой семинар, который ты проводишь, научить его находить себя, свой стиль. Научить его думать. Никто не хочет думать почему-то. Мы думаем, когда у нас какая-то проблема или еще что-то. Но мы не хотим думать, мы не хотим ничего нового придумывать, мы не хотим искать новые решения, мы хотим делать то, что вот пришел бездумно что-то сделать. Станешь думать, станешь по-другому снимать. Потому что ты начнешь анализировать, а почему именно так ты это сфотографировал? Громадное значение имеет работа над ошибками. Ну, сейчас очень стало популярно фотографии отдавать на обработку дизайнеру. С рекламной точки зрения, ну, это правильно, он сделает намного лучше, обработает ваше изображение, там, и все такое. Но с другой стороны, вы, не видя своих картинок позже на постобработке, когда вам нужно выбирать, а чтобы выбрать кадр, нужно понять, а почему этот лучше, чем другой. Вы находите свои ошибки, и находя их, в следующий раз на съемке вы можете вспомнить, блин, я тогда вот так-то сделал, и у меня вот, и подумал тогда, что было бы лучше, если бы я там по-другому подсветил, к примеру, да? И вы исправляете ошибку свою. И, соответственно, вы начинаете дальше развиваться, исправляя свои ошибки, а на базе новых находок вы двигаетесь к следующим приемам, своим приемам. И у вас формируется именно свой взгляд и свое понимание, что хорошо, а что нет. Максим, скажи, пожалуйста, а вот по твоему мнению, какой честный вопрос стоит задать себе самому, прежде чем принять решение заниматься фотографией профессионально? Если мы идем за деньгами, мы просто анализируем рынок, выясняем, что модно, что нравится и так далее, учимся так же это делать, и начинаем двигаться, и все. А специально я решил стать фотографом. Ну, может быть, попрет тебя, а может быть, нет. Может быть, это временное будет увлечение. Да, у нас заканчивается время, если немножко подводить итоги того, о чем мы сегодня с тобой говорили, мне кажется, что прежде всего важно себе самому ответить на вопрос, ради чего я хочу этим заниматься. И если ты принимаешь решение, что ты хочешь это делать исключительно ради денег, то это один путь. Если ты как-то по-другому видишь свое становление, то, наверное, и другой. Нужен баланс. Просто тоже ты не сможешь заниматься только творчеством, тогда тебе нужно где-то работать. А если ты будешь где-то работать, значит, ты будешь уставать и не сможешь полностью отдаваться процессу. Соответственно, в любом случае мы сразу сталкиваемся с неким балансом своей деятельностью фотографии. Вся эта история, которую я вам рассказал, она показывает, что я пользовался тем, находя какие... то есть я использую в своих фотографиях те навыки, которые во мне были наработаны случайно где-то что-то, и которыми я пользуюсь и включаю в свою фотографическую деятельность. Арт-группа – это постановки, непонятная обработка картинок по цветам, это рисование в детстве абстракций, съемки под водой, в каких-то сложных ситуациях и так далее. Это стройка, когда ты под дождем или в холод что-то делаешь, и для тебя это нормально. Ну, а обычный день на улице, не знаю, в такую погоду. Соответственно, на съемке для тебя это не пугает, а ты наоборот воспринимаешь это как спецэффект какой-то. И так далее. То есть мы все берем из своего опыта. Коммерческий... Вот у меня есть друг, очень успешный коммерческий фотограф. Просто раньше он был коммерческим директором салона «Ультра». Он увлекся фотографией, стал фотографом, и в коммерческом подходе у него все очень красиво придумано, и все это работает так, как нужно. То есть он же тоже так же воспользовался теми навыками, которые у него есть. Почему другие авторы стесняются использовать свои особенности? Максим, ну, в завершении хотелось бы спросить у тебя, к чему должен быть готов заказчик, обращаясь к тебе с желанием сделать что-то совместное? А ничего, я сделаю то, что ему хочется. Просто под своим... в своем ремиксе. Вот и все. Почему 99% съемки той же свадьбы я снимаю так, так, как должно ему понравиться. И какие-то пару точек, возможно, выплесну какие-то фантазии. Ну и, наконец, прошу тебя пожелать что-нибудь тем, кто сейчас нас слушает. Задавайте себе чаще вопрос, что для вас главное. Это был Максим Грибальди, программа «Очень модная персона». Максим, огромное спасибо, что пришли к нам сегодня. Рассказали так много интересного нашим радиослушателям. Я присоединюсь, пожалуй, к словам Максима и пожелаю также о себя почаще думать о чем-то действительно важном. С вами Модное радио. Слушайте модную музыку. Очень модная персона на Модном. Радио. 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 Редактор субтитров А.Семкин